Лепшая оценка работы педагога – это поспехи его вучняв. Высокий профессионализм своих наставников неодноразово подтверждали наученцы Гомельской области. До приклада, яны лепши в Украине по выниках централизованного тестирования. Треба означать, что в последний час сравнялся узровень подрыхтовки в городах и сельской мясовости. Самый высокий балл по ЦТ у выпускников Решицкого района. Минулый научный год стал удалым и для олимпиадников. Напруженная и пленная праца тандема наставник вучень дозволила школьникам региона опынуться сирот-лидеров. Три ключевых фактора. Это субъекты, толковые вучни, старшеклассники, которых нужно добрать, специалисты подрыхтованные, необъяковые специалисты, тренеры областного, городского, районного узровня. То есть это певная последовательная система подрыхтовки. Это не то, что один человек. Потому что система отбора этих деток, когда они вышли на областный, тем больше республиканский узровень, это потребует праце немалой колькости людей. Веды, отриманные во установах адвокации, сегодня дозволяют быть конкурентоздольными не только на республиканских олимпиадах и конкурсах. Добрая подрыхтовка допомогая на разностайных международных интеллектуальных баталиях не просто годно выглядать, а ле и перемогать. Проходит ежегодно и наши ребята успешно участвуют в московской открытой олимпиаде. Наши ребята привезли диплом и в этом году. Два диплома со всероссийской командной олимпиады школьников из Санкт-Петербурга. Также проходят и успешно для наших ребят. Олимпиады с технокубок Москва проводятся совместно с Московским физико-техническим институтом. Все лето за парты у регионе сядуть каля 16 с половой тысяч першоклассников. Гэта на 500 больше, чем было у минулым навучальным годзе. У вогулі 1 вересня на урочистую линейку пройдуть каля 154 тысяч школьников. Головная задача – забеспечить комфортные умовы прабывания детей во установах адукации. И гэта тычется не только адукационного процессу. Зараз, до речи, больший акцент будет рабиться на организацию школьного харчаванья. В этом году мы взяли на себя очень высокую степень ответственности организация питания школьников, которая будет заниматься учреждением образования, районные отделы образования, управление образования. И вот это для нас новое в этом году. И мы ставим перед собой задачу, чтобы не подвести ни губернатора нашей области Владимировича Дворника, который сегодня помог нам очень здорово в плане финансирования, приобретения технологического оборудования, техники. Подчас своего выступления старшиня Гомельского Аблбы-Канкама Владимир Дворник отзначает необходность узмацнения прав ориентационной работы. И он подкреслив, что реальный сектор экономики зараз переживает нехватку кадров. Начните с того, что уже сегодня посчитайте, сколько выпускников школ не поступили в ВУЗы, каков их потенциал, как они видят свое дальнейшее устройство. И начинайте работу с прицелом на следующий год. Схема, как я вижу, такая. Закольцовать на каждой территории в один гармоничный организм предприятия, школу, систему профтехобразования и работать на результат. Так само старшиня Аблбы-Канкама подкреслил значность выховавшей работы. С момента принятия декрета номер 18, Амаль и две трети детей вернулись у свои биологичные семьи. А после три года в нашем регионе самый низкий процент в Украине позбавления батьковских правов. Выники добрые, но пришел час эту работу удосконаливать. Для неоднозначных случаев создавайте по подобию смотровых комиссий, мобильный групп, совет заботы и опеки. Включите в него педагогов, медиков, специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, милицию, обязательно сотрудников прокуратуры. И в спорных вопросах будете принимать решения коллегиально. Тем более, что опыт межведомственной работы дает положительные результаты. Подчас проведения нарады отбылась церемония узнагороджения педагогов и керовников Галины. Тих, кто отримал поспех у своей профессийной деятельности, ушановывали под аплодисменты коллег.